Получить ответ на свой дорожный вопрос сегодня мог любой ивановец. В общественной приемной несколько часов горожан консультировал главный дорожный инспектор региона Дмитрий Костерин. Самый злободневный вопрос сегодняшнего дня связан с автошколами. Ивановцы в своих многочисленных пересдачах винят предвзятые отношения сотрудников ГИБДД. Дмитрий Костерин уверен, причина в другом. Негатив по автошколам мы слышим довольно часто. Основная причина это все-таки недоработка автошкол, которые не дают тот процесс практического вождения, который, к сожалению, у нас на сегодняшний момент существует. И в этих случаях, если у вас недокат на часы, я настоятельно рекомендую гражданам обращаться в органы прокуратуры. Для того, чтобы эту школу возможность имели, и мы имели возможность проверить, как тех, которые недобросовестно готовят нас учеников. И, соответственно, принять соответствующие меры реагирования. Сотрудники автошкол зачастую гонятся исключительно за наживой, пренебрегая качеством обучения курсантов. Завышают цену за пересдачи. В ГИБДД повторный экзамен примут и бесплатно. Отдавая деньги в автошколу, ученик арендует автомобиль. Сумма пересдач в Иванове колеблется от 600 рублей до 4 тысяч. Пренебрегают некоторые автошколы и своими договорными обязательствами. Если в договоре указано, к примеру, 20 часов, они отъездили только 14 часов, где остальные 6 часов. Вот, может быть, эти как раз 6 часов и не хватало для того, чтобы практически применить знания правил дорожного движения во время вождения транспортного средства. В данной ситуации, о чем мы говорили выше, это во время сдачи экзаменов. Сотрудники ГИБДД в пересдачах не виноваты. Свою работу они готовы сделать открытой. С августа Дмитрий Кастерин планирует внедрить в процесс сдачи бытовые средства видеофиксации. Мы в настоящее время сейчас готовим проект распоряжения о том, чтобы ученикам, которые сдают экзамены у нас в ГИБДД области, независимо от регистрационного подразделения, разрешить использовать самые обычные видеорегистраторы. Для того, чтобы было понятно, что процесс экзамена открыт, там ясно все и понятно. По мнению Дмитрия Кастерина, учиться водить нужно на нескольких автомобилях разного класса и в течение полугода. Тогда пересдачи, да и претензий к ГИБДД будет значительно меньше. Также ученики автошкол не должны забывать о своих правах. При первом же их ущемлении инициировать прокурорские проверки.